здравствуйте друзья в эфире периферия меня зовут скиф и сегодня представляю вашему вниманию следующих людей это георгий окопиан гитара правильно на андрей ашкинадзе извиняюсь ашкинадзе евгений чернявский и кузнецов илья да и вместе они группа с труднопроизносимым названием скажите сами как космонавт гонсерф мы называемся космонавт гонсерф на то есть ребята из барнолла группа у вас совсем недавно был концерт в тайсе не будем говорить когда был совсем недавно расскажите про впечатления ваши впечатления на самом деле если быть честным то за скажем так уже год почти что мы играем и это на самом деле был наверное 35 или 36 концерт всю нашу историю и какие-то вот такие уже впечатления серии ох ты нифига себе мы концерт отыграли а круто 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 они уже ушли уже нет уже есть вот именно какие-то рабочие моменты что 2 да вот хорошо сегодня выжили по энергетике но тут вот тут что-то даже профессионально подходите да уже подход какой-то вот более циничный более рабочий но все равно когда на сцене находишься какой-то драйв испытываешь и чувства именно они переполняют когда играешь и не может этого никуда деться и на самом деле на мой взгляд музыкантов должно быть так что сколько бы ты концертов не отыграл сто тысячу там да большие артисты говорят что все равно есть волнение есть все равно есть волнение все равно есть именно кайф от того что на сцене говорят о том что если даже ты не испытаешь это волнение этим пора уходить потому что все теряется а народу вообще много ребят было вообще если быть честным по моему было наверное самое большое количество людей пришедших наше сольное выступление публика у нас растет все-таки опять же молодая группа которая пытается как-то со своими силами себя продвинуть без помощи каких-то вот пиарменов без помощи вот чего-либо вот такого именно какого-то продвижения стороннего это все-таки тяжело идет и постепенно постепенно публика наша все больше и больше и мы надеемся что уже где-то к концу этого года у нас будет такая хорошая пули которая будет нас ходить будет танцевать наших концертах кстати вот чем запомнился мне наверное вчерашний концерт то что наверное это был один из немногих концертов показал а встал и зал начал танцевать и к отрываться удалось вам это удалось это сделать на самом деле это бывает у нас редко на концерт группа которая преимущественно играет инструментальную музыку с люди все равно и стараются как-то именно слушать и слушать вот так вот задумчиво никуда не бежа не знаю не сильно много не выпивая то есть просто сидят слушают и понятно а ты говоришь что около 30 концертов а сколько вы давно собрались вместе мы 26 июля отпраздновали год группе то есть больше года чуть больше года а как вообще собрались вместе долгая история на самом деле то есть вы собрались этим же костяком или у вас поменялись этим но если вкратце вот про историю как вообще вкратце начнем с того что мы все очень давно знакомы друг с другом и мы были связаны то есть какими-то вот такими вот невидимыми нитями ну где-то наверное еще лет 10 за с женей с нашим барабанщиком одноклассники с андреем ашкинадзе мы вместе учились в одной музыкальной школе в одной группе и мы все общались и в этом общении мы начали находить то что у нас очень схожие интересы музыкальные где-то пять лет назад мы пробовали вместе играть начать и как соответственно играть не умеем ничего не знаем вообще не представляем как это делается ничего нас этого не умеет музыкальной школе то учились какие-то навыки какие-то навыки были какие-то вот опять же были но они были настолько вот такие вот низкие и настолько не имели представление мы не имели представления как играть правильно и эти проекты они были вот такими мертворожденными то есть мы собирались пару раз репетировали и все ну и где-то наверное года два назад точно я познакомился с альей была акция в мусторге великолепная ночь скидок и мы случайно пересеклись абсолютно нам повезло там продавались офигительные ремни за 32 рубля 34 рубля я в сервисе я говорю что покупку времени 32 рубля 10 рубля и журнал да очень круто закупились и после этого заобщались мы прям как роллингстоун они там тоже на фоне покупки пластинок познакомились джаггинс ричардсом по моему у нас постоянно сравнивают брайан джонс у нас на наш соло гитарист похож на молодого брайана джонсон ну вот даже вас не слушая из названия можно понять что вы играете серф рок такой стиль почему выбрали его расскажите вот тут вот история образования группы дальше эти безуспешные попытки создать проекты продолжились и один раз в январе 2013 года нам троим ну получается андрею мне илье пришла идея давайте играть серф рок представлений каких-то более глубоких у нас на тот момент еще не было мы просто знали что есть такая музыка что она нравится нам давайте сразу начали искать барабанщика ну и так как у меня с первая ассоциация мой друг женя я говорю же не давай попробуем поиграть надо все-таки сделать это надо попробовать вдруг чего получится в итоге не получилось в этот раз это было 27 января 13 года мы собрались на репетиционной базе отыграли и у нас не получилось это было просто феерически страшно мы все там вылетали из тональности там илья уходил какие-то импровизации он тогда подвергся модному кечении взялся много педалей таких и играл с педалями вот тогда еще нет тогда уже дай люфты это было уже потом с нами в хорус там сенами наверно там игрался как что-то ты обманываешь наверно завираешь ну в общем не суть в общем то есть была именно такая вот какая-то репетиция неудачная и после этого уложение калну ребят ну я учусь у меня времени нет как бы я не хочу играть ну и я тоже подумал на серфу рог на человек никто этот жанр в принципе не знает ничего интересного в нем нет буду заниматься другой музыкой ладно что уж там ничего страшного не произойдет почему стерта в у нас в сибири у нас вот я говорю о том что сноуборд там по крайней мере рук игра по полгода зимы на сердце никто не катается это и есть вот такой оксимарон группа серф роковая сибири это просто это разрыв шаблона у людей здесь больше сибири нет группы играющих есть есть группа по крайней мере я знаю две группы об существовании одной я не уверен это фейка каторжный я не знаю сейчас они существуют или нет и точно знаю что сейчас есть действующая группа правда они играют чисто вокальный серф это новосибирские звезда на стероиды достаточно такая интересная группа я все очень сильно хочу чтобы не брону приехали с нами выступили потому что тоже ребята очень играют интересную музыку у них свой достаточно стиль интересный свой подход и их вообще абсолютно как-то вот не знают нигде и это обидно но я вот пообщался с людьми они говорят о том что ваша команда имеет относительную популярность для барнаула и то есть многие люди вас слушают почему вы так думаете что из-за чего это происходит ну вообще у меня на это есть два объяснения первое это то что стиль музыкальный наш он ярко выбивается когда ты смотришь вот подборку барнургских команд там панк-рок вот такой панк-рок и металл 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 металл-кор металл-кор хопа черт-рок интересно а чё чё это такое вообще надо интересно послушать прийти приходи слушай ты понимаешь что в принципе музыка это крутая как у тарантино как у тарантино да я это я это где-то уже слышал я где-то это уже как-то вот края муха цеплял очень многие ну блин ребята их играют здорово посидеть послушать а еще и свою музыку пишут тоже послушать контакте и вот как то вот вот таким вот образом у нас получилось это первое объяснение второе объяснение то что мы стараемся на концертах укладываться по полной и именно концерты для нас это вот так такой единственный способ донесения того что мы делаем того что у нас находится в голове что у нас находится в сердце слушателю и не знаю мне кажется все таки что в барнауле не так много именно искренне групп которые стараются выложить энергетикой м-м-м Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 И в чём пафос? Пафосная группа, наоборот, бы играла вот так вот. Плебей, слушайте мою музыку! И всё, и было бы вот так. А вот я заметил, что этот стиль серф-рок, он с точки зрения каких-то саундов, выразительных средств, он скуден в том плане, что не используется каких-то фузов, примочек, каких-то лишних инструментов. Вот какие-то есть определённые рисунки, их обыграют. Вам не хочется как-то за рамки этого всего выйти? Или вам достаточно этого? Я на самом деле хочу сказать, что мы уже за эти рамки вышли. Когда мы, опять же, запишали наш диск только, мы сели с Андреем после записи на лавочке на Ленинском и обсудили такую вещь, что мы вышли за рамки серфа. Серф-рок в том понимании, в котором он существует сейчас, в том понимании, в котором его играют большинство современных групп, это всякие Lost Ark Jackers, предположим, ну не распавшаяся группа Space Cossacks, самая известная серфера. Наверное, они из Лос-Анджелеса. Петербургские. А, Петербургские. Петербургские, Мейстер Чубс, да. Это российская самая известная группа. Мейстер Чубс разве играет серфер? Мейстер Чубс. Мейстер Чубс это хоррор серфер. В последнее время. Там Гитаркин, у него прям крышу по всей серфовой музыке сорвало, что он даже взял нож для Фреау Мюллер, закрыл свой. Там себе ревербов, ну покупал, стоит там с Ягуаром, высекая серфовые ритмы и пускает видео побочно из стрэшевых фильмов 60-х годов. Там другая гармония идет совершенно. И понимание гармонии другое. У нас же получилось таким образом. Как я уже сказал, когда мы начинали играть, представление о том, что такое серфер мы имели, но имели очень скудно. И когда мы дошли до такой стадии развития группы, что мы пишем свое творчество, мы пытались сделать что-то похожее, но у нас получалось настолько отличное с точки зрения гармонии, что классическим серфом, серфом в том понимании, в котором он существует сейчас, в том понимании, в котором он воспринимает сейчас, это назвать сложно. То есть, ну я считаю, что получилось здорово, то что мы хотели играть в серф, мы хотели быть в рамках стиля, но вышло что-то иное. А серф, он из Рокобили вышел? Мне почему-то показалось, что он из Рокобили вышел, нет? Да, это Рокобили. Это, в принципе, один из ранних самых стилей музыкальных, который вот одно из самых первых отреплений рок-н-ролла. Рок-н-ролл, да. То есть, когда появился рок-н-ролл, когда появился... Когда белые стали играть как негры, а потом другие белые стали играть как рок-н-ролл, то это немножко не то. И с другим посылом. Вообще, если говорить о серф-роке, если говорить... И зародился он наверняка в Калифорнии. Естественно. Майами, Лос-Анджелес. Да, да. И самое забавное, что этот стиль в 60-е годы, как бы считается, в 60-е годы расцвет серфа, этот стиль был популярен локально. То есть, Калифорния угорала по серф-року. Весь остальной мир, как бы, этот жанр доходил вот так вот. Так урывками. Единственное, удалось группе Венчерс Японии как-то себя зарекомендовать, сделаться суперзвездами, что они туда регулярно ездят. По-моему, диск выпускали с лучшими хитами японскими. Но суть остается в том, что, скажем так, группа, то есть, именно как стиль серф-рок, он не вышел сильно глубоко на рот и, допустим, не стал таким ходовым, как стал, например, рок, который делают Битлз, как Старли, Лэд Зеппелин, как стал Хэви Мэтал из-под Битлф-рока. То есть, он не смог вот как-то вот именно пробить. И все. Ладно, перейдем от общих тем. Вот к вам. У вас есть ЭП, вы, по-моему, записали ЭП. Да, расскажите про ЭП свою. Довольны вы тем, что вы сделали продуктом или нет? Когда записывали, когда записи только получили, были довольны. Когда мы прислушались, нет. Ну, это на самом деле, запись эту можно характеризовать просто парой предложений. Была спонтанная идея. Ребят, мы получили гонорары. Пойдемте записываться. А пойдемте записываться. Че, все наше пишем? Все наше. Ну, че, ладно, пошли типа записываться. И получилось так, что мы просто пришли, просто записали. Все. То есть, как-то вот у нас запись пришла и в голову спонтанно. Запись прошла спонтанно. И мы на этом успокоились. И вы, по-моему, записывались все скопом. Да. Я вот слышал, что скопом. То есть, не отдельно, как пишут там сначала Черновик, потом отдельно каждой партии. Вы все вместе лайв такой сыграли и записали. Да. А мы так и записываемся. Правда, сейчас, скорее всего, после, опять же, альбома, после записи мы внесем вот в эту схему какие-то коррективы. Особенность заключается в том, что только таким именно образом, мне кажется, можно передать энергетику. Ну, я тоже думаю тогда. Потому что, вот, я смотрел, недавно пересматривал «Семь поколений рок-н-ролла», четвертую серию про хэви-метал. Про хэви-метал 70-е? Ну, да, там, когда. И там Боброк говорил про группу Металлика, которая, кстати, как раз до этого эксплуатировала вот этот метод поддорожечной записи, как его называют, когда группа записывает сначала барабаны, потом на это... Ну, большинство групп так и делает, на самом деле, да. Вот этот вот метод. И он говорил, ребят, я слушаю ваши записи, я не чувствую той энергетики, которую вы отдаёте на концертах. Это, на самом деле, с одной стороны, это круто, потому что вот такой записью ты можешь добиться чистоты прям неимоверной. Ты можешь отыграть свои партии, ну, настолько идеально. Ну, либо хороша даже, пускай не идеально, но звукооператор имеет огромное непаханное поры. Конечно, каждую дорожку потянуть, да. Да, и сделать эту запись идеальной. Здесь, при таком методе записи, как мы пишемся, живьём, это больше ответственность. Когда группа садится записываться вся вместе, у тебя права на ошибку нет. То есть, ну, ты можешь, например, запороться там где-нибудь в одном месте, когда звукооператор, давай всё остановим, перепишем этот дубль и дальше давай играть. А тут вся группа играет. Тем более, если вы играете шесть, то шесть раз увеличится возможность ошибиться, что один из участников ошибится. Ну, тут на самом деле ситуация такая, что, если быть честным, то на альбоме такой инструмент, как согласован, прописывался отдельно. Ну, опять же, технические ограничения. У нас в Барнауле нет студии, которые, то есть, скажем так... Ну, на самом деле, если честно, сейчас, то есть, на данный момент играет процесс сведения альбома Wave of Barnwell. То есть, давайте про то, что скажем, что у вас будет скоро альбом, в сентябре этого месяца, и вы его уже записываете. Он уже записан. Кстати, он уже записан. Он уже записан, он уже сводится. Ещё идёт, да, ещё идёт. А куда будете его? На физическом носителе он будет? Ну, он будет на физическом носителе, то есть, скорее всего, будет выпущено 50 экземпляров. А потому что он никто в физическом носителе никому не нужен. Это сувенир. Сувенир, да. Это в большей степени сейчас физические носители, этот сувенир, чтобы, ну, не знаю, ох, ты смотрите, у меня есть их диск. И он просто лежит, радует глаз. Вот диск крутой. Всё записанный. И ты сам его берёшь, ох, ты, у меня диск вышел. Альбомы, сами сведения, участвуете в сведении? Или доверяете салон-продюсеру? Ну, мы участвуем в сведении непосредственно. Мы, то есть, находимся сейчас на таком процессе, то есть, сами основные вещи записаны, все основные вещи готовы, остались какие-то, то есть, маленькие штрихи, там, кое-что переписать, надо там, кое-что дописать. И всё, альбом будет в ближайшее время готов. Вот, мне интересует, вот готов ваш альбом. Что дальше с альбомом делать в барнаульской команде? Какой-то прям презентовать будете? Естественно, то есть, он будет презентован в Барнауле, скорее всего. Дата пока точно не определена, но я надеюсь, что это будет конец сентября, ориентировочно, ну, число 18. Может быть, пару дней попозже, может быть, пару дней пораньше. То есть, в зависимости от того, как клуб, в котором мы будем презентацию организовывать, даст нам дату. Вот. И дальше, скорее всего, пока не будет окуплен себестоимость дисков, выпущенных, альбом в сеть не будет выложен. Ну, потому что тоже... Не будьте такими уверенными, что он не будет выложен в сеть. Ну, нет, на самом деле, если быть... Вы его не выложите. Мы его не выложим. То есть, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы альбом был в сети, потому что сейчас такое время, что продажа каких-то дисков, продажа каких-то носителей, она абсолютно не имеет смысла. Конечно. Для группы и для промоушена она является, ну так... Рекламой, своего рода. Даже не рекламой, но так, приятное дополнение к тому, что сходил на концерт, и диск принес. А основной упор делается на то, что музыка находится в социальных сетях, и музыка через репосты на паблике, она приобретает новых слушателей. То есть, основной упор делаете на то, что это будет оставляться в среде социальных сетей. В контакте, наверное, в основном. Мы собирались залить на «Одноклассники». Как же так? Он с весь слушателем в «Одноклассниках» сидит. Ваш слушатель в «Одноклассниках» сомневаюсь. На самом деле, прикалываешься? Просто потом так просто сижу, как-нибудь пролистываю ленту в «Одноклассниках». Раз в 250 лет зашел на свой аккаунт, смотрю, ухо-хошечко репостит наши треки. Такой, чего-то в этой жизни мы добились. Да, вот так хорошо. А вообще есть какие-то перспективы у барнольской команды? У барнольской команды, на самом деле, слышал я одного музыканта, не будем называть его имя, такую фразу, что творчеством в Барнолье заниматься бессмысленно. Это бессмысленная трата денег, это бессмысленная трата времени, и что рано или поздно ты либо с этим всем навсегда завяжешь, либо будешь играть в кабаке. И родители вам, наверное, такое всем говорят, да, зачем вы этим занимаетесь? Да. Есть такое? Да, да, да. Вот только ему. Только ему, да. Ну, как скажем так, это моя личная проблема. Вот. И на самом деле сейчас и в принципе у любой группы у нее есть перспективы. Потому что есть интернет. Нет. Даже не в том, что есть интернет. Каким-то образом всегда, во все времена появлялись группы из других городов. Например, ну, возьмем тот же Калинов мост. Новосибирская группа. Новосибирская. Сейчас это одна из самых таких мастодонтов рока. Кстати, они в основном потому, что они играли то, что никто до этого не играл. Они старо вот эти, даже не старо, языческую музыку скрестили с роком и даже с какой-то христианской даже немножко подтекстом. Ну, сейчас уже христианство там как бы урицает. Ну, сейчас он, да, после смерти жены он в христианство ударил. Да, но у него там свои там, то есть там ручки есть. Ну, не суть. А, как же Янка Диагелева. Янка Диагелева, гражданская оборона. То есть вот такие команды. Это была волна. Конечно, сейчас такой волны нет. И если тоже говорить о таких вещах, как-то вот, то есть опять же, проводился в Барнауле рок-периферия, по-моему, 89-й год. Периферия. Рок-Азия, 90-й год. И когда в Барнаул приезжал Артемий Троицкий, он говорил, что Барнаул это столица новая рок-н-ролла в СССР. Да, и в своей книге он писал о том, что в Барнауле есть хорошие команды. Ну, две или три он выделил, я помню. В своей книге. Back in the USSR. Надо было так, кстати, прочитать. Да, да, интересная книга. И самое забавное, что люди выбивались как-то из вот этой глубинки. Да, у России есть один очень такой гигантский минус, это ее огромная территория. Мы знаем большое количество групп из Центральной России, мы знаем большое количество групп конкретно из Москвы. Я бы сказал, у России есть один большой минус, это Москва. Нет, мы знаем огромное количество... И маленький минус Питер. Да, да, да. Из Москвы и Санкт-Петербурга мы знаем из Центральной России, из Екатеринбурга. Ну, хорошо. Агата Кристи Ну и Качай Мух, да, был у них в 80-х Когда они прорвались И больше никого не знаем И из Владивостока есть одна команда Ну как из Владивостока, они потом, конечно, в Москву приехали Леша Ларусенко И еще есть она, Отто Дикс, по-моему, называется Знаете, такой... Хабаровск? Я не знаю, как это, Black Metal, Death Metal Или Хабаровска Оттуда Отто Дикс, по-моему, тоже Это вообще какой-то... Аркембент, я, конечно, не разбираюсь Что-то такое, да, я даже не понимаю ЕБМ какой-то, вообще, в общем Ну они очень популярные Очень мерзкая группа, на мой взгляд Очень, очень, очень мерзкая группа Сейчас просто меня фанат Оттуда Дикс еще будут считать более пафосным Человеком, потому что я только... Ты, наверное, не согласен Тебе не нравится Слишком заунывно Заунывно Вопрос, кто этот человек, вообще Это много людей Это два человека Один на пианино играет, второй поет, как женщина А, может, это и есть же, я не пойму Это, по-моему, женщина есть, кстати Которая позиции как мужчина По-моему, это женщина, которая старается себя из мужчин делать Я тебе говорю, серьезно, так и есть На самом деле, есть у меня обратная теория Есть у меня одна знакомая, которая как раз доказала обратное Что это мужчина? Да, 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 да Нет, 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 нет Не в этом суке, она просто случайно ухватилась за его... Ну... Короче, у него есть член Интересно Ну, это не показатели Да, да, да Да, да, да Интересно Да Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Допустим, даже какие-то ставить перед собой цели И от этой цели к цели дальше двигаться Любая команда сможет добиться При одном маленьком условии Команда умеет играть, и команда играет что-то интересное Я считаю, что вот оно основное То, что у нас в России не понимают Когда просто группа играет, 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 играет И один прекрасный момент распадается И заявляет вот эту великолепную фразу Что невозможно в провинции добиться успеха творческого А вы пытались на самом деле, ребят Когда вот эта вот именно фраза, которая Говорит, что цитируя Пелевина Невозможно уехать из нехорошего места Там у него был роман про все вот это Я сейчас не вспомню, какой он называется Ну не, не, цитата, примерную цитату Примерную цитату просто материться нельзя Да можно материться Можно потом запикать А ну запикается Ну ладно Запикается так запикается У нас Миша запрещен Ладно, в общем цитата из Пелевина Из этой б***ю едешь, как говорится Вот, и когда вот эта цитата говорится Мне становится на самом деле обидно Ребята, вы что-то пытались делать для этого Когда группа играет на местных концертах И принципиально не хочет выбираться дальше Не хочет ездить Когда команда какими-то, вот я не знаю Выбивает популярность Такими великолепными вещами, как выкуп билетов То есть у нас есть просто некоторые организаторы Не будем тыкать пальцем и говорить то это Которые реально делают такую вещь Чуваки, вы хотите играть Вот вам 20 билетов и вы играете Продаете их и играете И самое вот обидное, что На мой взгляд, вот главный фактор того, что На данный момент погрузило в барнольскую сцену в спячку Это то, что За счет этого очень большое количество команд Которые хотели играть Я не спорю Которые рвались на сцену Но должны были еще немножко посидеть Вот в этом зачаточном состоянии И немножко попрактиковаться Должны не делать, чтобы попрактиковаться Ну скажем, созреть для того, чтобы выйти на сцену Они вырвались И вышло перенасыщение И в барнауле просто Зрители перестали ходить на концерты Потому что ну зачем не смотреть на мажущих мимо ног вокалистов А вообще в барнауле как публика? Как характеризуете публику? Публика в барнауле разнообразная У нас, по крайней мере на наших концертах я видел Как людей таких молодых То есть там даже возможно Школьного возраста Так и таких достаточно солидных людей В годах Которые просто пришли послушать Есть возможность Вот играя в барнауле И там куда-то ездить Ну вот живя в барнауле Вам стать Не знаю Музыкантами Которые известны по всей стране Возможно это или нет? Я считаю, что в этом мире нет ничего невозможного Хорошая позиция На самом деле Почему бы Почему бы И не попробовать Вот такую вещь Промутить и сделать Если быть честным То сейчас Век такой Что на самом деле Какую-то Известность группа Может получить И не приезжая В Москву И не Постоянно не оставаясь там Ну а смогут ли они денег заработать Не приезжая в Москву? Вот На самом деле Если работать удаленно То есть допустим Жить в барнауле Но периодически Делать вылазки в Москву Чтобы подыграть концерты Где-то серию Записаться и так далее Да, это будет Дороже Это будет дороже Потому что Если у вас 6 человек Вам на билеты Просто Чтобы купились билеты Это нужна большая сумма денег Ну Та же вот Такая палка В двух концах С одной стороны Нужно перебираться в столицу С другой стороны Патриотизм природный А можно Раскручивать тему В Сибирском федеральном округе Допустим Вот на самом деле Почему, как вы думаете Почему кто-нибудь этим занимается Вот Сделают Тусовку Ну, грубо говоря Шоу-биз В федеральном округе В нашем сибирском Почему у него Телевидения нет такого Или почему На самом деле Я могу сказать То, что в Сибири Зарождается такая вещь Есть Сайт Сипстоиш.ком По-моему он называется Знакомый Один мой Этим занимается Он пытается Именно Создать объединение Сибирских Рок-коллективов Сибирских Музыкальных коллективов Чтобы вот именно Была единая Сибирская сцена Потому что Это на самом деле Нужно Так как Сибирь Все-таки Это удаленный регион И Что-то локальное Какой-то локальный Взаимообмен Он должен быть Когда мы Ну не знаю Живем по Полгода И к нам Один раз Приезжает Какая-нибудь Я не знаю Очень известная Петербургская Альтернативная Команда И Ничего нового Ты в ее творчестве Не услышишь И просто уже Не хочется Идти на этот концерт Потому что Ты уже в 80-й раз Видишь Ну конечно Повторение Вот Тогда Как быть с остальными Командами Которые вообще В принципе Играют Как-то вот есть Тоже Иногда включаю Интернет Смотрю на ютубе Видео всякие Там Рассказывают Вот молодая Перспективная команда Откуда-то Откуда-то Я вижу их в первый раз У них на самом деле Крутая музыка У них очень интересная Все Почему-то К нам приезжают Вот Петербургские альтернативщики А их я у нас еще ни разу не видел Удивительная ситуация Вот Так же Что Могу сказать Локальная сцена Она тоже чем Еще чревата Сейчас Рынок музыкальный Он перенастроился На немножко другую вещь Он перенастроился На коллективы Которые преимущественно Играют кавера Это так называемые Кавер-бенды Простонародные Камачники Лабухи Да Как Вляписа была в песне Лабухи играют Модную попсу Вот Собственно Нужно чтобы Что? Чтобы ребята Приходили играть Их никто не слушал Все выпивали Все радовались И все танцевали Все счастливы И был такой прецедент Когда По неопытности своей Мы пытались Вот именно Мыкнуться На шару То есть Ребята Вот такая есть группа Мы хотим играть И вас И сразу в лоб ответ Чуваки Ну вы не поете Ну народ Под вас не будет Танцевать и есть Ну это как бы Ну Накатывается Накатывать Не получается Под вас Ну ребят Не формат Извините Вот Вот когда Рюмка водки На столе У вас будет Играть Вот когда Вы вот начнете Виде или ночь Играть Ну это понятно Это уже другая тема Это уже другие люди Но я так понял Ты вот оптимистично Настрой Насчет того Что можно все сделать А вы Вот остальные ребята Как вот считаете Что возможно Какие ставки Ставите на свою группу Как долго будете играть Возможность Заработать денег Как-то раскрутиться Или Для вас это какой-то Период пока учимся Играем Потом Что-то другое Вот как Вот всех Интересно Мнение Время покажет Твое мнение А ты как думаешь Ну Я в принципе Согласен с тем Что продвигая Жора То есть Ну можно сказать Разделяя его взгляды На столе Тоже оптимистически Но опять же Время покажет Да Был бы желание В моем оптимизме Еще Немножко Скептика И реалиста Поэтому Время все равно Покажет Но Прискатива Интересная А ты как думаешь Как Илюша сказал Главное иметь желание А при желании Можно все сделать Все ребят В эфире была Периферия Здесь была группа Космонавт Берите с них Пример Как люди горят Своим делом А я увидел Что они горят Своим делом И дерзайте Кем бы вы не были До новых встреч До свидания Ловите волну Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин